Жилье для переселенцев или для галочки? В четверг зампредправительства Владимир Шарыпов посетил Плес. Этот дом на окраине города начали возводить еще в 2013 году. Строительство стоимостью 55 миллионов рублей должны были завершить в декабре 2014. Но произошла буквально-таки детективная история. Губернатору и фонд реформирования ЖКХ сообщили о том, что жильцов заселили, тогда как на самом деле работы были еще далеки от завершения. Ситуация произошла из-за того, что неверные сведения предоставил муниципалитет, в первую очередь Плеское городское поселение. Соответственно, департамент ЖКХ, когда фонд реформирования ЖКХ направлял сведения, данные, он предоставил дополнительную информацию, в которой содержалось о том, что дом не заселен. Но действительно ошибка была допущена, и не признавать ее глупо. Ситуация эта сложилась еще до смены власти. И в правительстве региона, и в администрации муниципального образования. Дела давно минувших дней. А что сегодня? Здание, пусть и с сильным отставанием, но полностью достроено. Планировка квартир хорошая, комнаты просторные. Произведена внутренняя отделка. Но к ней у ревизоров возникли вопросы. Абсолютно в каждой комнате, каждой квартире. Линолеум, мягко говоря, не самого лучшего качества, вздыбился. У вас времени, что ли, не было? Да, может, не было. Ну, понять-то просто, что вы сейчас не были. Да. Или вот надо было, чтобы Максим Евгеньевич вам рассказал, как там машинкой пользоваться, или там же этими гвоздями. А вот такие в квартирах батареи. Пока еще рано говорить, но, вероятно, в морозы новоселам придется не сладко. Однако будущие жильцы, по крайней мере те, что присутствовали на осмотре дома, рады и такому. Но уже подсчитывают, во сколько обойдется ремонт новых квартир, чтобы они стали приемлемы для жизни. Ну, естественно, придется вложить. А как вы считаете, что просто, может, нам еще с мебелью, там, с джакузи? Естественно, придется вложить. Я думаю, это будет свое вкладывать. Я считаю, что это нормально. В 48 квартирах поселятся жильцы аварийных домов Плеса и села Утес. Для многих этот вид из окна заменят живописные берега Волги. Зато не аварийная. Местные активисты усмотрели одно существенное нарушение при строительстве. Дважды оплачены работы, например, подвод коммуникации. Кто-то будет наказан, будет ли в этом разбираться или нет. То есть это происходит очень часто, когда благоустройство, например, строительных объектов включено в контракт, но почему-то потом благоустройство осуществляется за счет местного бюджета. Чиновники объясняют это просто. Подведение коммуникации в пределах объекта строительства оплачивается в рамках контракта. А все, что за пределами, дополнительно из бюджета. На сегодняшний день дом готов принять новых жильцов. Если бы не одно «но». Как и на многих других таких же объектах, остается проблема с подведением коммуникаций. К энергоснабжению дом подключен. А вот газа, воды и подсоединения к канализации по-прежнему нет. Дело в том, что очень трудно подрядчику бывает договориться с ресурсоснабжающими организациями. Особенно, как вы правильно заметили, по природному газу. Масса процедур, соответственно, сложный объем работ, который предусматривает участие Ростехнадзора, самого «Газпром-Межрегионгаза», «Облгаза», «Горгаза» и так далее. Все недоделки и замечания подрядчик обещает устранить до конца года. Тогда-то жильцы аварийных домов смогут заселиться в свои действительно долгожданные квартиры. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова Плес.